Всем привет! Меня зовут Даша, я мама Кирюша. Ему сейчас 3 года 2 месяца. Мы были на лечении в центр Биердавит в декабре месяце. Я хочу в этом видеоучете поделиться нашими успехами. Но прежде всего хочу выразить огромную благодарность Давиду Юсефе, всем специалистам центра за полученную помощь, за то, что мы также эту помощь продолжаем получать в виде дистанционного лечения, за то, что я вообще никогда не сомневалась, что именно здесь мы найдем верный путь. Спасибо за то, что огромное внимание уделяется родителям, их психологическому состоянию. Именно здесь я обрела ту необходимую психологическую помощь, обрела душевное равновесие, какое-то спокойствие, веру в будущее. И уже не говоря в помощи о каких-либо физических недугах. До того, как мы прилетели в Иерусалим, полет у нас был достаточно тяжелый, рейс с двумя пересадками. Мы с мужем летели с двумя детьми. Кирюше на тот момент не было еще и трех лет, младшему ребенку не было года. Кирюша весь полет практически вел себя беспокойно, когда-то очень сильно кричал в какие-то моменты. Я сильно издергалась, с младшего переживала, за старшего переживала. Мы очень сильно устали. Конечно, уже нас встретили, мы засиделись в отель благополучно, но какое-то чувство тревоги меня не покидало. Но на следующий день, когда мы увидели Давида в первую очередь, вот я это никогда не забуду, эта тревога куда-то улетучилась. Пришло только спокойствие, умиротворение. Вообще я хочу сказать, что все три недели в центре, в Иерусалиме мы настолько себя чувствовали спокойно, комфортно, что как будто мы находимся у себя дома. Я себя так на родине в Казахстане действительно спокойно не чувствую. Вот. Этот город действительно стал для нас чем-то большим, родным, и люди, которых мы обрели, которые нам оказали помощь, тоже стали для нас родными. Если говорить о лечении, первую неделю он дико кричал. Вот даже просто мы уже заходили, он кричал, то есть он манипулировал нами, как мог, потому что он уже понял, что его ожидает, что будут процедуры, и вот всячески так выражал свой протест. Всей семье было оказано лечение. Мы узнали о многих своих проблемах, как о психологических, так и душевных, физических каких-то, да, о недугах. Вот. Если говорить о себе, то я была поражена просто способностью Давида Юсефы. Также огромное лечение необходимое проводил доктор Аркадий. Это вообще талантливейший, невероятный человек, с множественными талантами, добрым сердцем. Только его стихи — это просто нечто. Вот. Шлома, Сафу, Мариночке огромное спасибо. Андрею, Гиду — это просто мега позитивный человек, который тоже нам уделял время, проводил нам экскурсии. Вот. Если говорить о том, что меня поразило в процессе очного лечения уже фактически с первой недели, так это Юсефа. Своими способностями, своими мыслями, своими руками. Вот то, что она делала, то, что говорила. Это просто невероятная женщина, действительно. И вот после первой недели лечения, Кирюша лежа на лечении Юсефа также, у него зашевелилась, в общем, верхняя губа. Кто-то сейчас скажет, что он нанесёт вообще, да? Но сейчас я объясню. Дело в том, что, ну, к своему стыду или незнанию, то, что это у меня первый ребёнок, я никогда не замечала, что у него отсутствует вообще подвижность мимических мышц на лице. Он никогда не хмурился, никогда не вытягивал губы трубочкой, никогда не делал удивлённое лицо. И, в общем, на лице как будто всегда была маска. Это я уже потом поняла, после уже слов Юсефа. И когда у него зашевелилась-то верхняя губа, она начала выдвигаться вперёд, даже не зашевелилась, а вот только первые движения такие. Вот. И Юсефа обратила моё внимание на это. Я действительно поразилась, поймала себя на мысли, что мой ребёнок этого никогда не делал. Вот. Позже, через несколько дней, он начал шевелить бровями, делать удивлённый взгляд. Вот. Также Юсефа обратила внимание на органические поражения в поясничной области у моего ребёнка. Он из-за этого панически боялся горшка. Он никогда не ходил на него, вообще не понимал, зачем он нужен. И всячески сопротивлялся, когда я и делала попытки, чтобы ребёнок сходил в туалет. Вот. Но об этом расскажу немножко позже. Также, если говорить об успехах в речевом плане моего ребёнка, то с речью достаточно было всё тяжело. И я, если смотреть видеоотчёты ранее, то я также делилась, когда он впервые вообще обращённо сказал ко мне «мама». Это было ровно год назад. Для меня это было вообще настоящее материнское счастье, потому что до этого были какие-то слоги. Мама он говорил, но не обращённо куда-то в пустоту и достаточно редко. Папа тоже то же самое. Он мог раньше ходить, целыми днями говорить «папа», «папа», а это были просто слоги. И вот когда он год назад сказал «мама» обращённо, потом через некоторое время пришёл «папа», вот, и каждое слово приходило достаточно редко. И мы поэтому радовались каждому новому слову как празднику. Когда мы были в Израиле на лечении, то Давид как-то в один день подарил Кирюше мягкие игрушки. Среди них была акула, лошадь. И мы пришли в этот день в отель после лечения. Кирюша игрался с акулой и сказал «акула». Мы просто вообще, ну, конечно, очень радовались. И с тех пор как-то речь после уже очного лечения именно она как-то пошла уже вперёд. Появились звуки, но об этом также позже расскажу. Вот. Также меня действительно поразило, или как можно сказать, потрясло, наверное, в прямом и в переносном смысле это лечение, сеансы у Давида. Можно рассказывать о них бесконечно. И там очень много, конечно, личного. Там прорабатывались глубинные процессы, какие-то психологические проблемы, да. Вот. Не говоря уже о том, что Давид видит какие-то физические нарушения у человека и тоже помогает с ними справляться. Ещё хочу сказать, что огромное значение имеют это прогулки по святым местам. Мы вообще не влазили из старого города, хотя у нас два маленьких деток, да, у них там режим. Мы старались всё посмотреть по максимуму. Нам было очень интересно. Мы везде ходили по храмам с детьми. Кирюша даже пытался креститься и целовал иконы. Это просто чудо, я считаю. И ребёнок вёл себя тоже там спокойно достаточно. Он любил с нами гулять. Ему всё было интересно. Конечно, он ходил пешком очень много. Вот. Кирюшка. Конечно же, он уставал. Но ещё всё равно он достаточно маленький. В общем, мы остались в восторге. И от всего лечения, от этой поездки мы это запомнили на всю жизнь. Мы очень благодарны. Вот. И вот такие мы счастливые приехали домой. Я просто, что хочу сказать, я просто отстала от своего ребёнка. Я не помню, чтобы я у него что-то выискивала, какие-то там изменения. Или, конечно, да, какие-то родственники, знакомые спрашивали, что уже поменялось там. Ты чувствуешь там прогресс. Вот. Ну, я отвечала, что чувствую. Всё. Не вдавалось в подробности. Действительно, я это чувствовала. Вот. И целый месяц мы просто отдыхали, кайфовали. Я его не мучила. Никакими развивашками, никакими занятиями. Был как раз Новый год. Мы очень соскучились по своим близким родственникам. Мы встретились с ними Новый год. И, ну, жили просто в своё удовольствие. Вот. И в один прекрасный день уже через месяц после очного лечения я просматривала фотографии. Там в самом начале была фотография профиля Кирюши, где Давид уже его подстриг, побрил, вернее, форма головы. То есть я фотографировала, чтобы потом сравнить. Ну, в конце лечения я как-то смотрела, и изменений я, конечно, не увидела. Вот. Но когда прошёл месяц, я увидела вот эту фотографию, посмотрела на Кирюшу, и я поняла, что форма головы однозначно изменилась. Я решила сфотографировать, сопоставила. Постараюсь сюда прикрепить фотографию, чтобы тоже было видно. Вот. И действительно это так. Форма головы изменилась, она стала более круглой, более правильной формы, изменился как лоб, что ли. Он был раньше нависающий, огромный. Он как-то ушёл каким-то образом. Вообще сама голова стала меньше, потому что мы даже мерили дома шапки, как это ни парадоксально. Шапки были большие ему. Ну, не прям большие, но было видно изменения. Вот. В затылочной области произошли изменения. Там была отёчность, отёчность спала. Сам затылок даже изменился. Потом на фотографии этого не видно. Вот в височных областях тоже произошло изменение. Они как будто раскрылись. Тоже мне доктор Аркадий в процессе лечения говорил, что именно в височной области в процессе родов они были очень сильно зажаты. И, конечно, очень роды повлияли. Вообще они были очень тяжёлые. Вот. Но не об этом сейчас. Ну, вообще потом даже родные стали замечать, что форма головы действительно изменилась. Затем прошло полтора месяца после очного лечения. И за две недели до трёх лет, 14 февраля, я тут запомнила день, Кирюша освоил горшок. Для меня просто это было, ну, шоком, счастьем. Я мечтала уже, чтобы мой сыночек в три года уже ходил на горшок. И это действительно осуществилось, но только после очного лечения, потому что там было органическое поражение, как я говорила ранее. И Юсефа нам объясняла, что сейчас он уже поймёт после лечения, что там заживёт повреждение, если правильно я поражаюсь, поправьте меня, что там будут расти новые клетки. И ребёнок перестанет бояться и освоит горшок. Приезжайте и учите его дома. Мы учили. Вот прошло полтора месяца, он действительно всё понял. Конечно, потом были осечки, но я его воспитывала, показывала. Он уже всё понимал. Горшка он не боялся. Сейчас мы только его ночью будем, потому что он у нас любитель жидкостей, водичку попить на ночь. И мы его иногда ночью будем, чтобы ребёнок сходил на горшок. Вот. И повторюсь, что ещё раз для нас огромное счастье и большая победа. Также в феврале месяце мы Кирюшу отдали к логопеду. Мы пошли первый раз, она посмотрела его, провела необходимые ей тесты, посмотрела его способности. Я очень боялась, что она от нас откажется, потому что он очень активный ребёнок. Он не сидит на месте, но как бы ещё он и маленький. Но логопед сказала, давайте попробуем. Вот хороший мальчик, он там выполнял, даже показывал цвета, давал ей необходимые предметы, то, что она просила. Вот она взялась за нас. Несколько занятий я присутствовала, и потом он просто сам уже спокойно мне говорил пока, бежал на занятия, ему с логопедом очень интересно. Даже когда мы гуляли мимо её дома, он плакал, хотел к ней. Хотя мы ему объясняем, мы просто гуляем, мы сейчас не идём к логопеду. Вот. Настолько ему понравилась Наталья Николаевна, наш логопед. Вот. Это было всё до карантина. Потом начался карантин, мы также продолжали усиленно заниматься дома. И я занималась по различным пособиям. Особенно мне помогло пособие, где провоцируют воспроизведение звуков у ребёнка, различных гласных, согласных. Потом идут слоги, потом уже какие-то слова, потом уже фразы. Действительно, нам это очень помогло. И сейчас у него просто вот с конца марта, весь апрель, начало мая, середина мая. Это просто, можно сказать, прорыв, я даже не побоюсь. У него очень много слов. У него улучшилось намного понимание речи. Даже появились просьбы, словосочетания. Вот. Как ещё в Израиле Юсефа говорила, нужно добиться от него связки слов. И действительно, мы это добились даже в Израиле. Он сказал «папа, иди». И также второе словосочетание – это «дай пить». Вот. Мы тоже были несказанно счастливы. Вот. И сейчас именно в речевом плане ребёнок двигается вперёд. Вот. Он выучил… Вообще он цвета знал, но произношение некоторых цветов в русском языке достаточно сложно. Жёлтый, зелёный. Он не мог говорить. Сейчас он может это говорить, причём полностью. Вот. И также он выучил цвета на английском языке. Также он выучил практически сам весь алфавит. В три года он знал алфавит. Это какой-то парадокс, да? Не знает, как зовут маму, но алфавит русского языка знаю. Вот. Ну, мы вообще… Мы, честно, в шоке иногда бываем от него от того, что он сейчас вытворяет. Каждый день у него какой-то хоть маленький, но прогресс есть. Мне кажется, многим родителям нужно научиться это замечать. Вот. И также немножко вот отвлеклась. Он поёт песенки, подпевает, пытается. Пытается договаривать стишки. Стал социальнее намного. Он очень любит теперь играться с бабушками, с дедушками. Даже когда они уходят, он плачет. Баба! Хотя раньше вообще такого вообще не было. Недавно на площадке с ровесницей, с девочкой катался за ручку с горки. И он очень к деткам тянется, хотя не всегда правильно знает, как нужно играть с детьми. Вот. И я чаще всего за себя ругаю. Ну, то, что боюсь, как он себя будет вести, и боюсь его даже к детям подпускать. Я себя за это очень сильно ругаю. Вот. Что ещё хотела сказать? Также у него появилась новая эмоция, это стеснение. При новых чужих людях он, я недавно заметила, спрятался за папу, взял за ручку папу, спрятался, застеснялся, засмущался. Этого тоже раньше вообще не было. И совсем недавно, вот буквально вчера, он начал целовать в щёчку. Он раньше как-то не понимал. Я говорю, поцелуй маму. Он просто прислонялся, свою щёчку давал, чтобы я целовала. Но сам целовать никогда. Вот. И буквально на днях он это понял, он это освоил. И с таким удовольствием, с таким звуком муа, целует. Это просто счастье, действительно. Конечно, ещё много проблем. Есть над чем работать. Какие-то страхи, да. Но я верю, что мы всё преодолеем. Я желаю каждому родителю, каждой мамочке, каждому папе огромных сил, веры. Главное, слушайте, что говорит Давид во время дистанционного лечения. Если меня смотрят родители, которые думают обращаться в центр или не обращаться, я хочу сказать, не теряйте время, потому что это действительно та неоценимая помощь, которую вы не найдёте нигде. Я постараюсь сюда прикрепить занятия Кирюшины, чтобы не быть голословной, что какой у него прогресс. Он очень любит заниматься. А это? Б. Молодец. Какая буква? В. Это? Г. Д. Дом, да? Дяди. Дядю. Это? Е. Ё. Это? Ж. Ж. Это буква? З. Это? И. Умничка. Это? Й. Й. Это? Х. Ка. Ка. Курочка. Буква? Л. Это буква? М. 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 Буква? Н. 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 Это? О. Умничка. Буква? Лишно. Л. Какая? П. 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 Это? Р. С. 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 Т. Кто? К. Буква. К. Буква. Молодец. А это? К. Фонарь. Это какая буква? Ф. Х. Х. Молодец. Это? Ц. 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 Э. Это? Ш. Ш. Шкап. Молодец. М. Щ. Это? Твердый знак. Это? Молодец. М. Мягкий знак. Молодец. Э. Да, электричка. Это буква? Какая буква? Кирюша? Ю. Молодец. А это? Да. Шарики. Это буква? Кирюш? Я. 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 Редиска. Давай. Помидор. Помидор. Что это? Репа. Репа. Вот это у нас что? Тыква. Тыква. Давай. Либо. Что это? Перец. Перец. Лимон. Лимон желтый, кислый. Давай. Давай. Это что у нас? Морковка. Морковка. Киви. Молодец. Киви. Дальше. Огурец. Огурец. Что это? Кабачок. Вот это что? Яблоко. А это? Слива. Слива. Вот это? Капуста. Капуста. Дальше. Вот это что? Лук. Огурец. Огурец. Капуста. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...